Банный переулок в Голицыно находится в нескольких шагах от железнодорожного вокзала. В начале 20 века здесь провели сложную систему водоснабжения и открыли бани для железнодорожников. Отсюда и название. Именно здесь где-то располагалась первая деревянная баня. Здесь же были дома и огороды жителей, которые обслуживали. И какие-то даже остатки фундаментов, остатки построек мы можем видеть среди этих зарослей. Здесь же находятся деревянные бараки 30-х годов постройки. В отличие от бань, они до сих пор обитаемы. Хотя условия жизни в них оставляют желать лучшего. Переселение жильцов уже в повестке управления жилищных отношений округа. Но сперва нужно признать дома аварийными. Независимая экспертиза для этого назначена. Следственный отдел по городу Одинцово в Москвской области назначил три округа экспертизы по домам 2, 2, А и 3. 30 ноября будет осуществлен выход экспертов Министерства юстиции на дома. И дальше будет подготовлено заключенное. Следственный отдел по городу Одинцово назначил три экспертизы по домам номер 2, 2, А и 3. Выход экспертов Министерства юстиции запланирован на 30 ноября. Заключение предварительно будет готово в феврале следующего года. Поручили производство государственному бюджетному учреждению Московской областной лаборатории судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Мы посчитали, что это наиболее компетентное экспертное учреждение, которое проводит подобного рода экспертизы строительно-технических. Вообще, в принципе, немногие организации берутся проводить. Минюст их проводит достаточно успешно. А почему три? Потому что на каждый дом. Благоустройство самой улицы на личном контроле главы округа. По просьбе жителей убрали мусор вдоль железной дороги и старые деревья. Теперь стоит задача достойно следить за территорией зимой. По зимней уборке пока еще снега нет. Нам обязательно муниципальное задание нашему ТВ-5. Можно поставить этот адрес на рекламу. Это уже поставили в зимнюю уборку на регулярной основе, включено муниципальное задание. В прошлые периоды убирались по статичному принципу, когда заканчивали все основное. Приезжали потом, наверное, на банный переулок и что-то здесь убирали. Сейчас это должно быть в полноценном муниципальном задании на регулярной основе. Особенно, когда пойдут обильные снегопады. Кроме того, на анализ взяли воду из колодца у дома номер 3. По его результатам она соответствует всем требованиям. Экспертиза воды в аварийных домах по просьбе жителей будет проведена дополнительно. А вопрос с освещением пешеходной дорожки от банного переулка до Звенигородского шоссе решат до 20 декабря. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.